Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь после долгой паузы программа Культ Просвет. Если вы еще помните, мы отправились много лет назад в совместную прогулку на поиски общего пространства, общего культурного, политического пространства. Нередко в рамках нашей программы выступали гости, которые представляли собой разные, условно говоря, скажем, лагеря или пространства, которые иногда, может быть, не соглашались с тем, что общее пространство существует, были скептические мнения, были также возможности и надежды найти это пространство и в театре, и в педагогике, и в школе, и в политике, и в разных культурных процессах. Сегодня мы продолжим после паузы наше путешествие. Сегодня, опять же, после долгой паузы я вновь здесь в студии, не в онлайн-режиме. И благодаря моему коллеге Родиону Золотареву мы сегодня продолжим нашу беседу и нашу прогулку. Опять же, будем искать новое пространство, где мы можем вместе быть как граждане этого государства, как те, кто желает создавать это общество в будущем. Но сегодня мы в какой-то степени соединим прошлое и будущее. Мы поговорим сегодня с нашими гостями из мемориала Жанни Салипке о том, что музей за последнее время может предложить обществу, что было создано в рамках этого года, какие новые выставки, мероприятия, педагогические программы, события, публикации. Очень много накопилось. И поэтому сегодня я с большим удовольствием приветствую в студии наших гостей Майю Мейер и Райвиса Симансон. Уважаемый радиослушатель, напоминаю, что наша прогулка, наше путешествие, наши поиски пространства невозможны без вас. Пожалуйста, присоединяйтесь сегодня к нашей беседе по телефону прямого эфира 67-21-2939 и 67-21-3939. Вы также можете посылать свои сообщения на номер WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. Итак, мемориал Жанни Салипке. Мы какое-то время не встречались. Мне кажется, прошел по меньшей мере год. Я думаю, что стоит немного освежить память наших радиослушателей и вкратце описать основную миссию мемориала. Кто из вас хотел бы начать? Миссия не изменилась за это время. Та же самая — сделать мир добрее, лучше. Это действительно движет нами. Мне кажется, это действительно не изменилось за этот год. И что нового, конечно, подземья нас тоже тронуло. Уже почти в начале года надо было работать из дома. И я как педагог, для меня это, конечно, был кризис, как где дети. Я хочу с ними работать, освещать их про то, что происходило здесь, в Латвии во время Холокоста. Но я использовала это время очень-очень хорошо. Я включила как бы новую кнопку своей личности, как исследователь. И я все вот это время, пока мы должны были работать дома, нашла очень много информации про мой родной город, про Ляпаю. Даже нашла очень многих новых имен людей, которые спасали или хотя бы как-то чем-то помогали евреям. Это мое такое личное путешествие с нашей прошлой встречи. Рави, скажите, пожалуйста, а что нового в музее произошло за последние месяцы, скажем так, начиная с пандемии? Я знаю, что музей усиленно работает над, скажем, дополнительными функциями, может быть, даже над новым образом музея как такового. Вы специалист в этой области с многолетним опытом. Что нового происходит в музее? Ну что ж, во-первых, спасибо за приглашение. Тут, я думаю, оба с мая должны отдать должное Денису, который вообще-то основал вот эту традицию в ноябре выходить в прямом и в фигуральном смысле слова из рамков мемориала и организовал вот этот фестиваль, фестиваль молодежи уже несколько лет подряд. Я думаю, что в этом году просто совпало так, что множество разных новых продуктов выходит как раз в это время. Мы хотим просто это все обобщить под этим вот знаком Жанны Слыбкис-120, который привлечен, кстати, тоже к нашему празднованию столетия государства. То есть мы получили финансирование уже год назад, как начали планировать все. И вот этот момент действительно выходит и книжка, и новая выставка, и виртуальная реальность, если я правильно это правильно. Правильно. И конференции, и потом еще множество разных вещей. Так что мы очень-очень рады, что эта традиция продолжается. И если даже не в том рамке и том формате, как в прошлом году, но все-таки, да, самая такая центральная наша часть программы – большая конференция вместе с университетом латвийским. К сожалению, не в помещениях латвийского университета из-за вот этой нашей эпидемиологической ситуации. Но у нас в мемориале. Очень рады приветствовать всех, которые будут нас смотреть. И если даже не смогут приехать, то смогут следить в прямом эфире. То есть... Спасибо. Я действительно понял, что прошло немного времени, но очень много новых продуктов и интересных идей. Давайте по порядку, потому что я хотел бы предложить сегодня структурировать наш разговор следующим образом. Я знаю, что готовится нечто даже большее, я бы сказал, грандиозное, а именно новый дом мужества и пространство мужества, о котором уже долгое время шла беседа, а теперь это постепенно начинает обретать свои черты. Об этом я бы хотел поговорить во второй части. Но так как Райвис уже упомянул целый ряд новых, интересных продуктов и мероприятий, начнем с любимого моего слова – книга. Я сказал книжка, да? Нужно говорить книга. Все хорошо. Главное, что мы поняли друг друга. Ну, поняли, конечно, да. Книга – это перевод книги, которая вышла два года тому назад. То есть первая такая серьезная монография, множество разных статей, интервью, вспоминаний о Жанне Селибке. Правильно, да, Мая? Начало даже еще вообще в советское время же. Это работа Давида Зильберманса, который, ну, как подпольщик настоящий собирал вот эти рассказы в такой ситуации, когда люди либо вообще не говорили про Холокост, да, как такая травма. Плюс еще было достаточно опасно рассказывать, что именно это дело во время войны. Одна фраза могла быть как-то использована против тебя, да, особенно о Жанне Селибке, который спасал разных людей. Мы, конечно, знаем рассказы, как он спасал евреев, но он разным людям помогал. Для детей я всегда такую, может быть, немножко черную шутку говорю. Если во время вашей жизни изобретут машину времени, вы, не дай бог, попадете в 41-й или 42-й, 3-й, 4-й, даже пятый год, и все, у вас нет вариантов, ищите просто Типсалу и Жаннеса. Можете даже просто так и писать в почте. Есть вариант, что так и сработало даже, Жаннесу, великому Жаннесу в Типсале. И, мне кажется, начало, это все-таки надо упомянуть, что это Давид Зильберман. Его работа, конечно, это, ну, в советское время, там, другой, может быть, язык, даже не как язык, как русский, но другие фразы бы использованы. Нам надо было все это обработать. Очень большая работа ушла. Как понять, как на латышском вот сделать эти еврейские имена, которые до оккупации, они сделаны, ну, как бы по-латышски, да, но вообще-то это из германской даже, немецкой версии. Потом в Америке, если они попали, там еще американская, английская версия, ну, там… То есть, приходилось снимать несколько слоев до того, как можно было догадаться. Да, там, как лук маленький получается, да, и не утерять этого человека. Знаете, это ужасно, когда родственник говорит, а в вашей книге нету моего там дедушка. А есть? Нет, это не он. Ну, представьте, да, надо было уточнить очень много. И, конечно, наш мемориал уже достаточно долго работал и уже нашел то ли детей, то ли соседей, например, брал интервью у них. И вот эти воспоминания тоже попали в книгу. И, конечно, надо было еще добавить, как вообще этот мемориал был создан, потому что это тоже феномен. И почему вот Марис Гайлис, да, его версия, почему это было важно создать такой мемориал. И он увидел вот эту пустую нишу, нишу, что надо говорить и о тех, которые спасали евреев. Плюс еще, когда мы говорим то ли с Марисом Гайлисом, то ли с ровесниками его, мы очень часто слышим, что люди, не евреи, например, латыши, они боятся даже идти в музей и слышать эти рассказы. Им кажется, это еврейская тема. И они уже знают, ну, как они знают, да, в кавычках, ну, как это, они думают, что они знают эту тему, что латыши плохие, те же самые фашисты и так далее. И вот они приходят в наш музей, и это, мне кажется, и как, ну, не совсем исцеляет их, но как-то… Открывает новый горизонт. Открывает новый горизонт, да. И они понимают, что это не только еврейская тема. Может быть, поэтому эти люди потом приходят и 30 ноября и зажигают свечки, они, наконец, понимают, что это не произошло с какими-то инопланетяниями, да, это наши люди. Мне кажется, это и есть дорога к диалогу и, может быть, к исцелению, может быть, где-то как-то. Давайте напомним коротко нашим радиослушателям о том, что происходит 30 ноября. И это сравнительно новая инициатива, ей, если не ошибаюсь, будет в этом году 4 года. Что происходит 30 ноября? Ну, здесь надо бы пригласить, наверное, Лолиту Томсона, нашего… Инициатора этой акции, да, но всё-таки мы все поддерживаем эту акцию, присутствуем при зажигании свечей у «Памятника свободы» в память в честь тех убитых евреев, нацистами в те дни, с 41-го года, ноября и декабря, их было более 25 тысяч. То есть самое большое массовое убийство граждан Латвии в нашей истории, да? Да. И вот каждый год тогда мы собираемся 30 ноября вечером у Бривбас-памятника и зажигаем свечи. Иными словами, это альтернативное мероприятие 4 июля, где как бы больше официоза, больше представителей дипломатического корпуса, министров и так далее, и так далее. Это спонтанное как бы из низов, условно говоря, мероприятие. Да. И книга представляет собой сборник исторических свидетельств, архивных материалов, воспоминаний и так далее. На каких языках книга доступна? Потому что наши радиослушатели нередко задают вопрос, а есть ли материалы о истории 20-го Виак-Латвии на русском языке? Ну вот, начиная с понедельника, официально она будет на английском языке. Вот эта книга, которую мы откроем в этот день, это на английской версии. И у нас уже Facebook горит. Как можно достать эту книгу, мы хотим, мы хотим. И уже мы работаем над тем, уже, мне кажется, уже всё перевели на русском языке. Сейчас уже… Редактура. Редактура, да. Будет и на русском. Хорошо. Книга – это одно мероприятие. Что ещё? Вы упоминали так называемую цифровую реальность. Что происходит там? Ну, да, что такое для какой аудитории, да? Виртуальная реальность – это возможность при способе использования очков, трёх дименциальных очков, войти в пространство, в данном случае помещения, бункера, бибки, который находился под его сараем во дворе. И где он прятал евреев. Где он прятал евреев. Да, 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 да. Как раз и мы начали работать над этим проектом вместе с Майя как раз год назад. В рамках Рижского международного кинофестиваля проходил хакатон, которому мы дали задачу. И две команды как раз в эту задачу взяли на себя. Одна команда получила второе место. И приз, кстати. Бюджет рекламы, который мы как раз сейчас будем использовать, потому что целый год мы очень тщательно работали над этим проектом. Как раз во время эпидемии мы могли просто сидеть, думать об этом, развивать идею и так далее. И вот сейчас, прямо на днях, мы заканчиваем эту работу. И каждый, кто имеет возможность пользоваться трёхдименциональными очками, уже скоро мы запустим эту аппликацию или приложение, наверное, так называется, на Oculus. Oculus – это вот эта часть большой империи Фейсбука. Она будет доступна, да? И мы надеемся, так что, ну, на примере Анны Франкхаус, которая получила награды за свою виртуальную реальность, мы надеемся достичь аудитории, которая для нас на данный момент недоступна. Скажите, а из каких фрагментов и материалов создавался визуальный образ для вот этих очков? Иными словами, есть рисунки, это мы хорошо знаем, они представлены в экспозиции. Это рисунок ребёнка. Что ещё? Конечно, ну, там и работа фантазии. Надо понять и честно это признать, что, конечно, никто не фотографировал бункер. Это было всё бы. Ну, это смертный приговор, если бы нашли. После военных фотографий тоже нет. Тоже нет, потому что он вскоре обрушился, так что ничего такого не сохранилось. Есть воспоминания, но тоже очень-очень мало. Люди, я так понимаю, конечно, как историки, я хочу знать до последней минуты, что и как произошло, но мне надо учесть, что это всё-таки была травма. И люди, они, да, я прятался, но дальше не идёт. И есть какие-то воспоминания, как выглядели другие бункеры, те, которые находились поблизости до обыла, и как там было, что, например, один человек, у него астма, как он себя чувствовал, что он задыхался, какие-то паразиты там, какие-то насекомые. Ну, представьте, да, вы бы тоже не хотели вообще вспоминать про это, плюс ещё кому-то рассказывать, в каких обстоятельствах вы должны были жить, чтобы выжить. Но вот собирая такие друппотенни, маленькие такие фрагменты, мы смогли с командой. У нас, нам очень-очень повезло с командой. Я как педагог вообще уже, знаете как, если это увидеть Париж и умереть, мне только вот такую команду получить, и тогда всё, не страшно. И это молодые люди, бывшие студенты, ну, только-только, можно сказать, завершили свою учёбу. И они действительно, они не просто вот сделайте нам это, мы сделали. Они действительно вместе с нами думали, как лучше. Они как молодые люди, которые знают вот это пространство, да, что можно, что нельзя перенести в виртуальный мир. Они очень-очень помогли. Это Ева Виксна, которая сама, у неё образование историка, так что с ней разговаривайте. И не только, даже философия и мораль нашего продукта, да, какая будет. Потому что, конечно, это очень-очень такое, ну, хрупкая тема, и мы не хотим ни одного пугать, мы не хотим какой-то ужастик создать, да. Вот, приходите, будете пугаться у нас. Нет, концепция другая, да. Вот найти какую-то струну в сердце и дотронуться до тех людей, которые там прятались. У нас ещё две минуты до того, как мы идём на короткий перерыв. Скажите, приоткройте тайну. Мы входим в бункер, и мы кого-то там видим, или это просто интерьер? Мальчик мы используем, мне кажется, очень… Рассказчика. Рассказчика. Это мальчик, это младший сын, Жанис, Зигис. Тот, кто как раз нарисовал. Как нарисовал, и, конечно, самый-самый главный для меня. И, к сожалению, ему не было 13 лет, когда происходило всё это, и он не получил также медаль Ядвашема, которая, мне кажется, ну, как он же так всё помогал, всё знал и уберёг этот секрет, да. И, ну, вот в нашем продукте получается, что он всё-таки разболтался, и он рассказывает, что здесь, да, что это, например, фотография дяди Арке, и там ещё его дети, да. И мы это предполагаем, что он хотя бы сына знал, который почти ровесник был, да, и что больше нету его. Вот, ну, такой человек… Рассказ ребёнка является основным повествованием. Итак, виртуальная реальность в помощь тем, кто хочет узнать больше о истории 20 века, о тяжёлых и тёмных страницах. Мы вернёмся в студию обратно через несколько минут. Напоминаю, это программа «Культ просвет». Уважаемые радиослушатели, мы вновь в студии. Это программа «Культ просвет». И сегодня в гостях у нас сотрудники мемориала Жаниса Липке, Майя Мейера и Райвес Симансонс. Продолжаем наш рассказ о том, что происходит в музее, какие новые продукты, темы и предложения для посетителей. Конференция. О чём идёт речь? Конференция является плодом сотрудничества между Мемориалом и Латвийским университетом, а конкретнее между Институтом философии и социологии, который сейчас проводит проект «Мемо Турс». «Мемо Турс» – короткое обозначение, длинное-длинное название, которое фокусируется на туризме и местах Холокоста. или местах памяти. Прошёл почти год с начала этого проекта, и поскольку такого активного туризма международного в этом году не было, мы фокусировались более на исследовании, на интервью, на картировании, если это правильно, да, карта Айшена. Делали своего рода инвентарий тех мест, которые у нас в Латвии есть. И вот конференции мы предложим одну сессию из трёх, которая как раз даст отчёт, как проходит вот этот наш проект. Что касается вообще большого рамка конференции, то она идёт под вот этим заглавием, заглавием Жанису Липке 120, и мы хотим привлечь особое внимание общества к вопросу гражданства образования. Поэтому я хотел бы сейчас предложить включиться нашим радиослушателям. У нас есть первый звонок. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Александр. Я подключился недавно, я, может быть, не слышал в начале. Если вы говорите, это культ просвет, ну, неправильно, извините. Правильно, правильно, культ просвет, да. Хорошо. Сказали ли вообще вы в начале передачи, что до 1941 года сколько проживало лиц еврейской национальности, это около 93 тысяч, и в 1944 году, когда гикерские войска побежали отсюда благодаря Советской Армии, осталось около 300 человек. Сказали ли вы это или нет? Спасибо. Нет, это мы не сказали, но большое спасибо за ваше дополнение. Это очень важный фон и очень важная информация для сегодняшнего разговора. Спасибо большое. Да, мы продолжаем наш разговор о конференции. Вот как раз в контексте нашей конференции одна часть из конференции будет как раз посвящена тому, как мы вспоминаем вот эти события, сколько у нас в стране мемориалов, как они тоже в том плане инфраструктуры, как мы следим за ними и так далее и тому подобное. То есть мы хотим, во-первых, понять вот этот ландшафт нашей мемориальной культуры и вот на фоне этого ландшафта уже начинать говорить о более таких концептуальных вещах, да, в вопросе образования как раз. Благодарю. Майя, вы что-то хотели добавить? Про цифры. Я как раз, я уже говорила, что я исследую, что происходило в моем родном городе, в Лепае, и до войны там жили примерно 7 тысяч евреев. После войны, благодаря тем людям, которые по-разному спасали евреев, кто-то действительно делал бункер, прятал, кто-то помог с фальшивыми документами, кто-то хотя бы на неделю, кто-то просто хлеб дал. И благодаря таким людям выжили примерно 35 людей. Значит, когда заканчивается война, в городе, в котором жили больше, чем 7 тысяч людей, остались примерно 35. Так что, и, конечно, мне кажется, это наша задача помнить тех людей, которые спасали, помнить тех людей, кого спасали. Это иногда тоже пропадает. Есть страны, где большой, великий, хороший человек отважно и спасал каких-то, сколько там было, назовите цифру, евреев маленьких таких и неважных. Так что для меня это очень-очень важно. Хотя бы в Лепае я знаю тех, которых спасал, и знаю тех, кого спасали. Хорошо. Конференция связана с целым рядом тем, которые, скажем, сейчас актуальны в латвийской политике. Среди них определенный законопроект. Может быть, вы могли бы рассказать детальнее об этом? Попробуем. Пару словах. Да, концептуально наше государство, наше правительство заложило курс тому, что к 2024 году перемет обороны, государственная оборона будет включен в стандарт школьной программы. И вот получается так, что министерство обороны будет этим заниматься. И вся вот эта образовательная часть, она будет проходить под заглавием министерства обороны. В том же время вопросами политической или гражданской образования занимаются и организации, и юношеские организации в этом государстве, в нашем государстве, и также и мемориалы, и музеи. И, конечно же, используя то время, когда мы празднуем нашему государству столетия и Жанюцу Липке 120 лет, мы хотели бы задать коллегиально вот этот вопрос, могли бы ли мы стать частью вот этой все... Объемлющей. Объемлющей национальной обороны, системы обороны. Хотели бы начать об этом хотя бы говорить. Я правильно понял, что гражданское образование, по вашему мнению, есть часть политики безопасности. Естественно, так оно и формулируется в этом законодательном проекте. Но совпадают ли цели и тональность? Потому что во многом в Восточной Европе мы замечаем, и это не мой вывод, а вывод многих, скажем, политологов, что безопасность создается за счет демократии и плюрализма, что это попытка ответить на страхи и, скажем, ощущение неизвестности, которое бродит в обществе, и ему предлагается возврат к чему-то. Простите, но после моей советской школы это, по моему мнению, инициатива напоминает то же самое, чем мы абсурдное. Занимались в школе, бегали с винтовками, там нам рассказывали о ядерном взрыве и о злых американцах. Ничего большего я в этом не вижу. Но, может быть, я слеповат. Ну, что, Денис, поделать, если даже Швеция, которая все время находилась в ситуации нейтральности всех войн, сейчас готов вложить в образование и в свои системы защиты большие-большие средства, и то есть меняются курсы вообще, глобальные курсы. Но не является ли это угрозой для демократии? То есть демократии так... Но мне кажется, вот это и есть наша работа. Потому что, что значит подготовить человека, особенно ребенка, что есть какая-то угроза, и нам надо будет защищать нашу страну. Это мы маленькая страна. Мы не можем только платить НАТО и давайте защищать нас. Конечно, нам надо и самим понять, как и что, если что, не дай бог, мы сможем защитить нашу страну. Но я надеюсь, я надеюсь, мое поколение и поколение моих детей никогда эту войну не увидит. Я очень-очень надеюсь, конечно. И как историк, у меня тоже свои какие-то фобии, но я надеюсь на это. Для меня, как для педагога, очень-очень важно, что происходит в душе этого человека, молодого человека, которого мы учим защищать нашу страну. Надо защищать не только рубежа нашей страны, надо защищать ценности какие-то. В том числе и саму демократию. Надо защищать людей, во-первых. И у нас есть звонок радиослушателя. Надеваем наушники, слушаем. Добрый день, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите. К сожалению, не получилось. Ну, может быть, до нас снова смогут дозвониться. Так вот, возвращаясь к демократии и безопасности. Каким образом вы, как музей, собираетесь участвовать в этом процессе? Что вас устраивает, что вас не устраивает в этой законодательной инициативе? Ну, смотри. В принципе, формальным образованием занимаются школы. Мы являемся неформальным центром или музеем, который предлагает платформу для того, чтобы какая-то часть из этого формального образовательного сумки, и ее можно было бы использовать у нас. Вот с колоссом, в принципе, мы видим, что, возможно, мы могли бы участвовать в этом процессе как платформа для того, чтобы у нас школьники осваивали какую-то часть той программы, которая будет включена в эту систему. У нас еще одна попытка дозвониться. Добрый день, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. У меня такой вопрос. Система образования школьников для формирования, так сказать, такого мнения защищаться от кого-то. Но чтобы защищаться, надо знать врага. Я так понимаю, правильно ли я понимаю, что у нас враг Россия, и мы будем обучаться, чтобы защищаться от этого врага? Спасибо за ваш вопрос. Я полагаю, что образ, скажем, опасности довольно многолик. Я не думаю, что это какая-то конкретная страна, потому что она всегда может меняться, а это, скорее всего, даже какие-то явления или процессы. Так ведь? Ну, сейчас посмотрите, кто нас действительно угрожает. Это fake news, как мы называем, как это на русском? Мне нравится лженовость. Ну да ладно, это может быть не самая правильная версия. Это информация, которая уже не знаю кем, может быть, просто глупости. Придумано, что... Манипуляция информацией. Манипуляция происходит. И, например, это я автоматом никак... Ну, как я буду защищаться, да? У нас есть еще один звонок. Еще один, хорошо. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Я хотел рассказать про своего покойного тестя, да? Он с 35-го года рождения. Восьмилетним мальчиком его в Белоруссии сожгли всю деревню всех взрослых, которые там, бабушки, дедушки. Мама, папа, он старший брат и еще старший брат пригнали сюда. Первые, кому они попали, их выставили на продажу как бы траков. Первый хозяин, которому они попали, он его вспоминал очень там плохо, такими словами. Они чуть ли не траву ели. А второй янец, он к нему ездил до самой смерти его, пока этот янец не умер, и очень о нем душевно отживался. Старший брат, когда отступали немцы, его призвали в БАФНСС. Когда пришли советские войска, брат, который меньше, его призвали в советские войска. Они оба погибли. Ездили мы с тестем, искали в Курлянском консиле, только не нашли. Ездили мы в Белоруссию, там деревня сожженная, и разжигала эта команда Айсер. И вот он умер, у него такая была обида на нынешнюю, вот именно политические, которые вот сказали, что он оккупант. Он говорит, я бы сюда в жизни не приехал. Меня сюда пригнали. Спасибо большое. Благодарю вас. Да, это такой слепок с эпохи, насколько все было тяжело, непонятно, перепутано и никогда не укладывается в какие-то готовые рамки. Возвращаясь к идее конференции, к проекту, я понимаю, что, скажем, ваша конференция привлекла внимание и политической элиты, и сотрудников министерства. Я понял, что будут участвовать и депутаты Сейма, и даже, скажем, высокопоставленные чиновники из министерства. Хорошо. Иными словами, тема гражданского образования связана ведь еще и с тем, что человек может набраться смелости, мужества и поднять свой голос в защиту демократии и сказать, нет, это лженовость, нет, это манипуляция нами, нет, это ксенофобия. Я понимаю, что то грандиозное, о чем мы хотели сегодня поговорить, вот время подошло рассказывать. Ты начнешь, или я начну? Да. У нас есть мечта, и мы работаем над ней. Первый шаг в сторону нашей мечты это купить землю по соседству нам, ее как раз продают. Для этого нам надо собрать финансы, земля дорогая, и когда это будет сделано, мы хотим действительно там создать вот такой образовательный центр. пока мы его называем Дросмис Намс, это дом мужества, дом храбрости, и через вот этот центр и работать с молодым поколением, объяснять смелость, потому что разные люди смелые бывают, те, которые бьют, убивают, изнасилуют, они тоже, они потом шли, напивались и гордились, какие они храбрые. Это такая теневая сторона храбрости, если мы говорим о мужестве, как о такой высокой категории. Да, я хочу просто сказать, что не только одно слово, надо и что-то, но что ты сделаешь со своей храбростью, и, конечно, надо, как Жанис, я всегда говорю, будьте как Жанис, если у вас проблема, Жанис был как рисинаем, решение этой проблемы, и он тоже был храбрым, и он не напивался, и не ходил по округе, хвастая, что он делает. Это было нелегально вообще, что он делал, это угрожало и его жизни, и жизни его семьи, и это не только слова, например, в Айспуте неподалеку от Лепа, действительно жила такая же семья, они тоже пытались спасти четырех молодых мужчин, их всех поймали, евреи сделали самоубийство, тех людей, которые спасали, их одного расстрел, остальных послали в концлагерь Штутхов, и вернулся только один человек. Это реальная опасность была, это не только штраф, или ну-ну-ну, как ты это делал. То есть это еще реальный риск погибнуть. И вот мне его мужество, его храбрость, я бы хотела вот такие ценности передать новому поколению, и это очень-очень актуально. У меня, когда приходят школьники из средней школы, они все это, когда они видят, ну, конечно, не холокост, да, и не геноцид, но вот это, когда одного нашли в классе, да, и его давай, и пинать, и бить, и обзывать, как ты реагируешь в этот момент. Потому что, конечно, для себя безопаснее то ли стоять, промолчать, то ли даже с волками, знаете, бежать, а вот Жанис бы так не сделал, да. И вот такие ценности, мне кажется, у нас нету, где услышать такие рассказы, где действительно вдохновить, может быть, даже людей, ну, на храбрость, ну, хоть на минуту будь лучшей версией человека, я вижу очень большой потенциал вот такого образовательного центра, и вот тех людей, тех молодых людей, которые были, будут подготовлены, если что, защищаемся, хоть с оружием, хоть как партизаны, но дать какую-то моральную такую систему ценностей, которую он будет защищать. Вы оба работаете, так или иначе, с молодым поколением, в разных форматах. Скажите, а каково их отношение к такому явлению, как свобода и демократия? Не кажется, что это стало таким привычным явлением, как воздух, который мы дышим, и когда он исчезает, тогда мы только его не замечаем. А, в принципе, может быть, готово ли это поколение, скажем, к гражданскому мужеству, о котором вы хотите рассказывать в новом помещении? Поскольку у нас вообще есть опыт, молодым поколением, которому сейчас 20 лет, которое выросло уже в демократическом обществе, они просто свободные люди уже, да, они уже не имеют вот этого наследия, которое дышит под затылок, а просто свободные люди. А то, какие решения они примут в жизни, исходя из этой свободы, это уже вопрос образования, то есть вопрос того, насколько широк будет их кругозор, и тоже исторические знания об истории нашей, недавние. А мужеству можно обучать? Это я понял. Каким образом? Какие методики, какие материалы вы используете? Ведь молодое поколение, во многом, это поколение, которое выросло в культуре визуальной, где текст отходит на задний план, где акустическое, визуальное доминирует, где может быть действие, может быть приключение, то есть иными словами, может быть, Майя, вам как педагогу, ведь наверняка куда тяжелее работать. У меня есть программа, которая для инста, инста-молодежи уже, те, которые действительно только фото для них, да, и они решают, не это надо или не надо, только основаясь на фото, которое вы видели. Я создала такую программу, где через такие фотографии, рисунки, они сами должны рассказать историю, что произошло с Жаней Семлиевкой. Я, конечно, им помогаю, но вот как затянуть, вот это главное же, молодежи же тоже, они умные, очень, очень, ну, они и меня вдохновляют, да, работать с ними. Хотя бы те, которые доходят до нашего музея, они очень-очень особенные группы, и их просто надо, ну, как бы пробудить в них этот интерес, и тогда уже всё работает. И я, конечно, я патриот Липая, поэтому в этой передаче, наверное, вам всем кажется, что вы уже в Липая живёте. Я ехала и в школу, в очень хорошую школу в Липая, такую, ну, действительно, там, пятая школа, это считается одна из самых лучших в Липае, и девятым классом, мне кажется, пять уроков подряд, и ещё одиннадцатому рассказала, что же происходит на наших улицах, что Холокост, это не происходило только с Анной Франк, где-то там, евреев не убивали только в Польше, и всех евреев не убили только в газовых камерах, что это и голод, ужасный голод, да, и вот принудительные работы, да, принудительные работы, пуля, и что, например, в нашем городе, в Липая, да, что на центральной улице, да, собирали вот этих людей, которых посылали потом работать, что всё это происходило. Для липаячан это очень хорошо работает, потому что мы все, ну, чуточку, такие ультра, ультра-патриоты своего города, и это, это, конечно, работает. И мы, конечно, можем делать камни и там писать имена спасателей спасённых, но камни не будут. Речь идёт о камнях преткновения, да? Ну, воспоминания, где, например, в Ядвашем есть целая стена. А я имел в виду те, которые встраиваются в асфальт? В асфальт тоже встраиваются, по-разному. Вот мы как бы хотим увековечить память, но будем, так честно говорить, не камень вспомнит эти рассказы. Мы, как люди, и мы, как институция, Жанни Слипки, мемориал, да, как институция запомнит эти рассказы. И будет... Могу только дополнить, что вот, если Жанни Су исполняется 120, то мемориал сейчас исполняется скоро 10 лет, и мы заказали такой социоэкономический отчёт о нашей организации, и уже планируя следующее десятилетие, работая над этой концепцией дома храбрости. Благодарю. Очень коротко. У нас осталось две минуты. Может быть, более философский, отстранённый вопрос. Мемориал создан для того, чтобы избежать забвения. Почему нельзя забывать Жанни Са? Ну, такая стандартная ответ, наверное, если мы забываем прошлые ошибки, мы опять их делаем, да, и очень-очень актуально. Конечно, Холокост не происходит на этот момент, но, например, Белоруссия, что там происходит. И нам надо всегда будет действительно защищать вот эту демократию, свободу. Иногда это стриды, споры, иногда нам не нравится, но всё-таки это самое лучшее, что есть, вот эта свобода и демократия, диалог, потому что по-другому будет плохо. Благодарю. Присоединяюсь, Жанец просто является одним из самых больших имён нашей истории недавней, мы просто очень рады работать. Благодарю вас и желаю успеха на следующей очень интенсивной неделе для проведения конференции. Все ваши проекты и продукты, я надеюсь, будут как бы восприняты с интересом и с любопытством аудитории. Мы продолжим рассказывать о деятельности мемориала в ближайшее время. Напомню, сегодня в рамках программы Культ Просвет в гостях у нас были сотрудники мемориала Жаниса Липка, Майя Мейера и Райвис Симонсонс. Уважаемые радиослушатели, большое вам спасибо за активное участие, за ваши звонки и комментарии. Спасибо, что делились своим прошлым. Мы встретимся снова через неделю. Благодарю моего коллегу Родиона Золотарёва за техническое обеспечение эфира. До следующей встречи. До свидания.